Приветствую вас и проблема в том, что вы бросаетесь в крайность, то есть когда у вас такая ситуация, что вы не вместе, вам плохо, потому что вы никак друг друга не чувствуете, не ощущаете, не взаимодействуете и так далее. Когда вы наоборот вместе, у вас стираются все личные границы и вы как бы стремитесь быть единым целым. И судя по тому, что вы пишете, будто вам плохо, это означает, что ни вас, ни вашему супругу не устраивает такое вот положение вещей. Это означает, что необходимо обослабливаться друг от друга в момент проживания вас вместе, так, чтобы каждый из вас чувствовал себя от счастья хотя бы самим по себе. Чтобы было личное пространство, чтобы человек мог делать то, что ему хочется, не оглядываясь при этом другом. Это очень важно, потому что дает ощущение свободы, ощущение самостоятельности и ощущение, что ты не только, скажем так, супруг, но еще и человек. И вот эта сторона, чисто человеческая, чисто лично, она очень больна. То есть давайте и себе, и своей супруге возможность быть одному, быть в уединении, не пытайтесь все время проломить друг другу с места. Можно быть и порослить, можно заниматься каждым своим делом. Это нормально. Не стремитесь к тому, чтобы постоянно делать все вместе. И тогда не будет такого феномена, как того, что вы пишете. И тогда вы не будете друг другу надоедать, тогда вы сможете быть друг другу в радость, тогда вы сможете ощущать удовольствие от времяпровождения друг с другом. И будете скучать друг по другу. То есть, понятно, да? Нужно отделить то, что вы делаете вместе, как бы, вашу жизнь как пары от жизни по отдельности. Нужно вот эти два момента друг от друга отделить так, чтобы один не мешал другому. И тогда вот все будет хорошо. В каком направлении двигаться относительно этих моментов относительно обособления и в каких направлениях? В направлениях исключительно своих интересов. Если вам, допустим, нравится что-то одно, то совершенно необязательно требовать, например, от супруги. Собода занималась тем, и если супруге нравится другой, то он завершенно необязательно требовать от себя, чтобы вы вместе с супругой делали то, что ей нравится. Это было бы неправильно. Это не позволяло бы ей чувствовать себя именно личностью, то есть индивидуальным индивидом, который занимается чем-то только своим. И потом у человека есть естественная потребность в том, чтобы побыть наедине с собой, наедине со своими мыслями, чтобы подумать спокойно, анализировать свои переживания, эмоции, чувства. И чтобы представлять себе, кто он и куда идет. Это очень важно, особенно в вашей ситуации, когда вы слишком сильно входите в пространство друг друга, в личное пространство друг друга. Очень важно оставлять какую-то часть этого поля, только себе не делясь при этом чем-то друг с другом. То есть какие-то переживания, какие-то мысли оставляя у себя. И это не связано с чем-то негативным, это не связано с чем-то плохим, чем нужно поделиться, да, что нужно высказать, что нужно там обсудить и так далее. Это именно связано с тем, что касается лично ваших мыслей, которые все было бы не очень естественно стараться выразить супруги. Вот, примерно так вам нужно поступать. Если понравился мой ответ, сделайте его пожалуйста лучшим, буду благодарен. А если какие-то вопросы у вас еще остались, пишите мне в личку, разберем с вами их, потому что ваше имиджальное сообщение достаточно маленькое и ответ на него также достаточно обобщен. Для того, чтобы его несколько конкретизировать необходимо, чтобы вы, ну, предоставили больше информации о себе и о своей супруге. Если, конечно, у вас есть желание. Спасибо.